Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас снова видеть на своем вебинаре. Перед тем, как я начну рассказывать о простых правилах, которыми нужно следовать при создании презентации, давайте с вами договоримся. Пусть вас сегодня много, пусть вы сегодня активны в чате, но вопросы, которые возникают по мере моего рассказа, задавайте, пожалуйста, сразу. Я буду отвечать на них как можно быстрее, чтобы у нас с вами получился не монолог, а полноценный диалог. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это те самые простые, самые базовые основы создания учебных презентаций. То, о чем мы вроде бы и знаем, то, что мы постоянно себе напоминаем, но периодически забываем исполнять, периодически забываем в оформлении. Все правила довольно простые, их будет 5 штук, я расскажу о каждом из них по очереди, но просто они собраны, скомпонованы в довольно удобную памятку, с которой вы затем сможете работать, которую вы можете себе потом сохранить где-то, или заново просмотреть презентацию перед тем, как работать над своими собственными учебными презентациями. Я буду говорить и про очные выступления, буду говорить и про заочные выступления, например, вот так же, как сейчас, про работу с вебинарной комнатой. На своем следующем вебинаре в понедельник я буду говорить уже только про онлайн-презентации, а сейчас пока и про те, и про другие вместе. Как вы знаете, человек может воспринимать одновременно несколько потоков информации. И когда вы выступаете с презентацией, ваши студенты, ваши слушатели получают сразу несколько потоков информации. В первую очередь, это визуальная информация, они видят вас, собственно, вас как преподавателя. Ваши жесты, мимику, выражение лица, эмоции. Это очень важный канал, который помогает наладить взаимодействие со своей аудиторией. Во вторую очередь идет аудио, собственно, та лекция, которую вы читаете. Теоретический материал, вопросы, общение с аудиторией. И третий канал коммуникации, это презентация, которая дает визуальную информацию, где-то простую картинки, просто фотографию, которую можно посмотреть, а где-то текст, который нужно вникнуть и прочитать. И вот как раз, когда мы даем сразу несколько источников информации, когда мы одновременно жестикулируем, рассказываем и переключаем славу на презентацию, идет довольно большая нагрузка на наших студентов. Они могут пропускать какой-то канал информации, пропускать какую-то часть того сообщения, которое вы им передаете. Сейчас на экране появились те способы коммуникации, которые дает презентация. На слайде могут располагаться тексты, картинки, графика и какая-то дополнительная символика. И вот это все идет только от одной презентации. И если мы будем на одном слайде мешать много разных типов информации, если мы будем постоянно переходить от стоковых фотографий к мемам из интернета и к рисованной графике, это создаст очень большую перегрузку. Поэтому первое простое правило, про которое я с вами хотела бы поговорить, это чистый стиль. Это не минимализм, я не смогла перевести именно как минимализм, потому что мало, но достаточно. Мы должны убрать барьеры и визуальный мусор, оставить на каждом слайде только тот объем информации, который поможет студентам, который не будет отвлекать, который не будет забивать каналы восприятия информации и в то же время будет достаточным для того, чтобы не просто дублировать слова преподавателя, а давать что-то новое студентам. Из чего состоит вот этот вот клейерстайл, как его добиться, почему это так важно, сейчас я покажу на простом примере. Вот слайд из реальной презентации. Все примеры, которые я буду показывать сегодня, это действительно реальные примеры реальных презентаций. И как вот вы оцените информацию, на нем расположенную, насколько она тяжела для восприятия. Флажки на моем слайде – это поднятие моего настроения во время работы над презентацией. Поэтому эмоциональная нагрузка, и в первую очередь для меня я цепляюсь за вот такие вот визуально-эмоциональные крючки, чтобы помнить, о чем я буду рассказывать. Да, первый вопрос, который я вижу, который возникает, что оно такое на слайде. То есть непонятная мешанина информации, непонятная и полностью не структурированная. Разные типы информации. Здесь есть и цифры, и буквы, и символы. И мы не можем понять, во что они компонуются, о чем нам хочет сказать автор этого слайда. Опять же, нет управления взглядом пользователя. Мы не можем понять, на какую часть презентации нужно смотреть в первую очередь, как мы должны потреблять расположенную здесь информацию. Например, мешает отсутствие визуальных линий, какого-то простого и легкого выделения, легкого единого края, по которому скользит взгляд. Мы говорили об этом на вебинаре про управление вниманием пользователям. Без понимания контекста, да, бесполезно анализировать. И это как раз антипримерка. В одной из презентаций человек показывал, насколько тяжело работать с вот такой вот неупорядоченной информацией. Если бы я сказала, что это вебинар по тайм-менеджменту, или если бы я сказала, что это вебинар по английскому языку, это не дало бы все равно никакого понимания того, что происходит на слайде. Вот, как видите, это совершенно хаотично, и здесь нет никаких визуальных акцентов. То есть не выделен ни один фрагмент текста, не показывая, что вот эта вот группа стимблов важна, а вот эта менее важна, что вот это мы должны изучать в первую очередь, а это мы должны изучать во вторую очередь. Неумелая работа с акцентами – это тоже большая беда многих презентаций. Для agile это может быть достаточно, да, но это действительно бессмысленный пример, который автор в своей презентации как раз для того, чтобы показать, как тяжело работать с неупорядоченной информацией. Итак, неумелая работа с акцентами. Представьте, что у вас есть на слайде определенное количество информации. Сейчас вы видите у себя на экране буквы Q и одну букву O. Насколько быстро вы сможете ее найти, когда каждый бит, каждый кусочек информации подчеркнут, как важный, усложнен дополнительными элементами. Вы можете посмотреть потом презентацию, кто сразу не найдет, и уже потренироваться и поискать. А вот обратный пример. Насколько здесь быстро вы найдете букву Q. Если вы увидели сразу, это замечательно. Я очень долго для себя искала. Букву Q найти намного проще, потому что она выделяется. Дополнительный элемент, дополнительное усложнение сразу ведет акцент на какой-то слайд. Поэтому правило упрощения, правило Clear Style, оно гласит о том, что информация должна быть подана в максимально простой форме, кроме того, на что идет акцент. Мы не перегружаем слайд информацией разного типа. Если мы на один слайд будем помещать и фотографию, и иллюстрацию, и иконки, и текст, это будет перебор. В большинстве случаев достаточно разделить на два типа. Например, иконка и текст. Фотография и текст. Но в тех случаях, когда большая аудитория, когда вы выступаете перед большим количеством, перед большим числом людей, когда у вас сложная тема и нужно, чтобы внимание было в первую очередь на преподавателя, я бы рекомендовала оставлять на слайде один тип информации, только текст, только изображение. Да, при этом презентация заметно расползается по числу слайдов. Я, например, для себя знаю, что для того, чтобы провести вам часовой вебинар, я должна сделать презентацию примерно на 60 плюс слайдов. Если мне нужно, например, полтора часа вести вебинар, то мне нужно уже 100 слайдов. Я знаю, с какой скоростью, с каким слайдом я работаю и могу уже подстроиться. Это приходит со временем, это приходит уже с опытом, и вы сможете делать тот объем презентаций, который поможет и вам вести более гладко свое выступление, и слушателям легче воспринимать то, что вы им презентуете. Основной источник информации в презентации – это, конечно же, текст. И здесь простое правило такое. Мы должны всеми силами упрощать считывание информации. А какие у нас есть как раз возможности по упрощению? Что мы можем сделать для того, чтобы наша информация воспринималась легче? Вот тоже антипример, как раз в списке, про которые вы говорите, то, как разложена информация на этом слайде. Какие проблемы вы видите в первую очередь? Кстати, вот конкретно в этом примере списки, а точнее вот эти вот маркеры списка – это совершенно лишняя мусорная информация, потому что текст сам по себе не является списком. Посмотрите, он организован не как список, и вот эти вот выросные элементы – это просто визуальный мусор. Да, слишком много текста. Части текста плохо делены друг от друга, разные шрифты. Нету возможности спокойно прочитать текст, потому что его слишком много. А уж когда вы выступаете перед подростковой аудиторией, перед молодыми людьми, такое количество текста может просто дать им сигнал, что много букв – это я читать не буду. Поэтому такой большой слайд, конечно, нужно разбивать на несколько частей. И смотрите, здесь есть еще одна ошибка, про которую вы не сказали. Здесь текст идет разговорный. Фактически преподаватель будет зачитывать то же самое, что помещено на слайде. Это излишняя дублирование информации. Такого тоже быть не должно. Нужно упрощать. То есть, например, если мы работаем от списка, можно писать, например, непонятные слова. Например, файл, колесико, мышки, клавиатура и так далее. То есть прямо какой-то конкретный словарик составит. Составить список проблем. Составить список слов с переводом для них. Потому что сейчас преподаватель будет просто озвучивать то же самое, что есть на слайде, а это немного неправильно. Эта презентация может быть не для лекции, а для рассылки, для самостоятельного изучения. Да, но в этом случае все равно много текста. И нет, эта презентация не для рассылки. Это действительно презентация для выступления, к сожалению. Да, презентация должна дополнять рассказ, а не дублировать преподавателя. Даже если мы представим, что мы берем этот слайд и превращаем его в презентацию для самостоятельного изучения, все равно количество текста нам нужно уменьшить. Например, разбить на два слайда. Посмотрите другой пример, в котором информация организована по-другому. Это примерно половина предыдущего слайда. Больше расстояния между строками текста. Большое расстояние между абзацами. И обратите внимание, что слева и справа много свободного места. По ширине текст красивее. Ну, это спорный вопрос. То есть, кто как считает. Например, с точки зрения дизайна, кто работает с версткой буклетов, с версткой типографии, текст не должен быть выровнен по ширине, потому что в этом случае тяжело контролировать пробелы между буквами и пробелы между словами. И не в каждой программе есть для этого инструменты. Любая программа из офисного пакета не имеет качественных современных инструментов для работы с текстом. К сожалению, это так. Так, зачем, в принципе, такой слайд? Вот именно этот, который показан сейчас на экране. Это цитата из художественного произведения, которая служит иллюстрацией слов лектора. Он рассказывает о каких-то современных достижениях, о том, что происходит сейчас в мире их компаний. Это просто вот иллюстрация. Человек, если он плохо воспринимает аудиальный канал информации, если ему проще работать с визуалом, он может прочитать, и у него в голове все равно останется какая-то эмоциональная привязка к словам лектора. Итак, для текста обязательно нужен воздух. То есть в любом случае нужно пространство вокруг блока текста, пространство между строчками и особенно пространство между абзацами. Воздух позволяет структурировать. Воздух дает дышать не только тексту, но дает возможность и студенту-пользователю перевести дух между чтениями партментов информации. Поэтому больше пустого места будем разбивать одни слайды на несколько слайдов, на несколько частей, на несколько абзацов. Так будет удобнее воспринимать информацию. Опять же, это увеличит число слайдов в вашей презентации. К этому надо быть готовым и уметь с этим работать. Не очень удобно, если у вас большое количество слайдов вызывает затруднения в их переключении. Да, слайды бесплатные, я согласна. Но тем не менее, смотрите, сейчас я сижу перед компьютером, и презентация у меня перед глазами. И в любой нужный момент я кликну мышкой, и у меня слайд переключится. А если вы стоите в презентации спиной, по идее, если вы не хотите терять зрительный контакт с аудиторией, вы должны чуть ли не наизусть знать свое выступление и понимать, в какой момент нажать на кликер. Если какие-то технические проблемы, слайд не переключился, опять же, это отвлекает внимание. По всему этому мне кажется нужное привыкание. Так, серьезный недостаток к презентации. Отсутствие номеров слайдов и заголовков. Да, я согласна. У меня в презентации отсутствуют номера слайдов, я их не проставляю специально. Заголовки у меня есть, они как раз выделены флажками, на которые вы обратили внимание в самом начале. Если вы скачаете презентацию, вы увидите, что у нее прописана структура, то есть все слайды разделены по разделам. Каждый раздел – это не просто абстрактный номер, а каждый раздел по-человечески подписан. Нумерацию я не ставлю, потому что я считаю, что я не умею красиво нумеровать слайды. Извините. Так, следующий пример, следующая проблема с текстом, которая часто возникает – это различные шрифты. Да, нам часто хочется украсить свою презентацию, и шрифт – это один из способов передать свои эмоции, сделать ее более яркой, более красивой. И для этого сотни дизайнеров по всему миру разрабатывают специальные декоративные шрифты, например, как вот это название американской газеты. Но если мы много разных шрифтов разнести на одном слайде, у нас получится, скорее всего, такая визуальная каша. Это будет визуальный перебор, и снова студенту будет тяжело найти глазами именно тот фрагмент информации, с которого нужно начинать чтение. Сложно выделить самое главное. Как работать правильно со шрифтами, сколько их выбирать? Я, во-первых, рекомендую, тоже уже в чате об этом писали, работать со шрифтами без засечек. На слайде сейчас он находится посередине. Это специальная смесь шрифтов, которая избавлена от вот этих вот маленьких элементов, потому что на экране они создают именно визуальный мусор и немножко затрудняют чтение. Поэтому для экрана, для презентации лучше всего использовать вот такие вот стройные шрифты без засечек. Я знаю, что некоторым преподавателям сложно перейти от привычного для них книжного шрифта. И, опять же, у дизайнеров есть для этого подсказка, компромиссный вариант, брусковый шрифт с немного другими засечками. Они лучше смотрятся на экране и лучше считываются. Презентацию я сделала именно с использованием такого шрифта, чтобы вы на практике посмотрели, удобно вам это и неудобно, но сама я предпочитаю все-таки пользоваться шрифтом без засечек. Так, минуту я посмотрю. Так, по номерам слайда. Сейчас вот здесь вот в вебинаре вы можете сказать номер слайда, потому что он показывает здесь вот внизу. При самостоятельной работе, да, отсутствие нумерации, отсутствие полноценной и желательно интерактивной навигации – это большой минус. И как раз вот про это мы будем разговаривать на следующих вебинарах. Сейчас я решила на этом внимание не застрять. Можно ли использовать вариант «Таймс Нью Роману» этот шрифт? Это как раз книжный шрифт. У него такие очень качественные пихотливые засечки, и для экрана он не подходит. Поэтому его лучше не использовать. Шрифт с засечками вы можете взять для заголовка. То есть буквально 3-5 слов, расположенных в одну или две строки, то есть очень небольшой объем для текста. А вот основную массу информации на слайде лучше набирать шрифтом без засечек. Так, название шрифта средней строки слайд 18. Я скажу сейчас. Это какая-то разновидность Open Sansа или робота. Это все шрифты взяты из Google Фонда. То есть на сайте Google Фонда вы можете любой из этих трех шрифтов найти. Они бесплатные для любого использования и сразу находятся в разных вариантах начертания. Вердана, Arial. Да, и Вердана, и Arial – это очень хорошие варианты. А если мне нужны заголовки вот такие, чтобы они были жирные, сочные, и при этом не занимали много места на слайде, я беру шрифт Impact. Калибри, да, калибри тоже подходит. Ну, да, сам… Нет, как раз слово сереб означает засечку. То есть если в шрифте есть слово сереб, это значит, что он засечками и не подходит. Вот если у него есть слово слаб в названии, то это значит, что у него вот такие вот прямоугольные засечки, как в третьей строке. Так, окей, пойдемте дальше. И опять же, нам не всегда нужно сплошное полотно текста, нам часто нужно сделать какие-то в нем акценты прямо внутри текста. Для этого можно использовать три варианта, они смотрятся лучше всего. Это насыщенность, курсив и цвет. И мы используем одновременно только один вариант акцента. Не то, что в одном предложении или на одном слайде, но и во всей презентации. Это нужно для того, чтобы пользователи привыкли к способу акцентирования и автоматически находили его в тексте. Как видите, курсив – это самый слабый способ выделения. Он хорошо подходит, если нужно обратить внимание на какой-то термин в тексте. Насыщенность – это самый яркий способ выделения. Но для того, чтобы правильно использовать насыщенность, вам нужно иметь специальную группу семейства шрифтов. То есть просто нажать кнопочку «Жирность» – это не сделать шрифт насыщенным. Об этом мы тоже говорили, по-моему, в прошлом вебинаре в марте. Вы можете найти его на канале Директ Академии. И, наконец, акцент через цвет текста. Он ненавязчивый и довольно сам по себе нарядный. Можно заголовок и текст писать одним и тем же шрифтом. Да, конечно, это можно делать. Например, вы можете взять вот такой вот шрифт для основного текста и тот же самый, но насыщенный вариант – увеличить его по кеглю и написать им заголовок. Один шрифт совершенно спокойно подходит для полного оформления презентации. Я использую обычно шрифтовую пару или шрифтовую тройку. И алгоритм находа как раз вот такого сочетания шрифтов вы тоже можете увидеть в вебинаре в марте. Насчет одного эффекта выделения спорно. Ведь в рамках презентации акценты могут делаться на разные вещи. И, соответственно, какую-то группу акцентов можно выделить положенным очертанием, а другую – через цвет. То есть вы считаете, что внутри текста, я не говорю сейчас о заголовках, о картинках, о стрелках для привлечения внимания, что внутри одного текста можно использовать разные способы акцента. Я не согласна с этим, потому что просто выделить слово – вы выбираете какой-то из вот этих вот трех вариантов. Выделить абзац текста вы можете написать его на другом фоне, вы можете написать его в рамке. Или самый простой вариант – использовать в этом случае символику. Мы поговорим про иконки. И как раз если вам нужно сделать разные смысловые выделения, то для этого, я считаю, что очень хорошо подходят иконки, вот эти вот служебные символы. Не внутри текста, а внутри одной презентации. А внутри одной презентации, да, можно посмотреть, но опять же создать гармоничный вариант из большого числа элементов немного сложнее. Все три варианта одновременно, то есть одно слово написать одновременно и насыщенным, и курсивным, и другого цвета можно, можно, почему бы нет, но это прям такая гиперакцентация, очень заметное, очень выделенное слово. Стоит ли оформлять текст с тенью, или это затрудняет восприятие материала? Да, это затрудняет восприятие материала, и уже, в принципе, доказано, что элементы с тенью, элементы с объемом только мешают легкому восприятию информации. Все люди по-разному восприимают шрифты. Например, для меня эти шрифты кажутся некрасивыми, и я их не воспринимаю. Согласна, у меня тоже есть шрифты-любимчики, и шрифты, которые мне не нравятся, тоже калибри, например, я терпеть не могу, хотя вроде бы это нормальный, грамотно разработанный шрифт, и поэтому лучше выбирать какие-то нейтральные варианты, которые являются общепризнанными. Тот же Arial, по которому вы уже писали в чате, он общепризнанно удобный шрифт, и люди воспринимают его более чем нормально. Для поиска других вариантов вы можете залезть в меню телефона и посмотреть, какие шрифты используют на большинстве экранов смартфона. Это вот в том числе, я помню, один из этих шрифтов, это OpenSense, по-моему, Гильветика и Вердана. То есть это наиболее привычные, наиболее бытовые шрифты, и их использование чаще всего оправданно. Предыдущие вебинары можно найти на канале Ютуба Директ Академии. То есть с расписания вебинаров вы можете перейти на канал и посмотреть там вебинары. Про шрифты это был, если не ошибаюсь, марк. Есть правило оформления презентации, причем здесь нравится или нет. Понимаете, правило – это один слой оформления презентации, а нравится или нет – это другой слой оформления презентации. И нельзя сказать, что эта презентация оформлена правильно, поэтому она должна всем нравиться. Нет, субъективное восприятие тоже очень важно. И как восприятие автора презентации, так и восприятие аудитории презентации. Правила мы исследуем, но при этом мы приносим презентацию что-то свое, что-то индивидуальное. Я использую разные шрифты в разных презентациях в зависимости от темы. И заголовки делаю тем шрифтом, который больше всего подходит к теме, как мне кажется. Абсолютно верный подход. Я тоже делаю все свои вебинарные презентации, если вы смотрели другие вебинары. Я делаю каждый новым шрифтом. Опять же, для меня это эффект новизны. Мне приятнее работать с презентацией, когда я привношу в меня что-то новое. Так, в интернете много неустоявшихся правил. Например, мне не нравится белый фон. Да, про фон у нас тоже уже была дискуссия на одном из вебинаров. Мне нравится белый фон. Я его использую. Мне нравится презентация, сделанная не с белым фоном, если это сделано грамотно. Есть очень красивые презентации с черным фоном и белым шрифтом. Но я вижу их на экране компьютера, и я не знаю, насколько грамотно, хорошо они будут смотреться, например, на старом проекторе с подсевшей лампой. Поэтому, к сожалению, правила правилами, но индивидуальные особенности выступления никто не отменял. В одной аудитории одни шрифты, в другой аудитории другие шрифты. тоже в этом есть смысл. И здесь нужно смотреть, какая именно у вас аудитория и что именно вы хотите для меня передать. На белом фоне серые буквы вполне смотрятся. Спасибо. Вы как раз сделали подводку к следующему. К цвету, от того, как мы работаем с цветом, какие палитры мы выбираем для презентации, и в том числе и для оформления текстовых блоков. Как видите, здесь использовано два основных цвета для текста. Красный и темно-синий. Вот ваше мнение, насколько это эстетично и насколько это удобно для чтения. Тип экрана, условия освещения, изношенность аппаратуры, размер аудитории и еще масса факторов, влияющих на оформление. Я согласна, факторов настолько много, что, мне кажется, невозможно разработать инструкцию, которая будет учитывать это все. Невозможно написать такой коррект, который... Так, если у вас проектор больше трех лет и лампу еще не меняли, идите по ветке B и выбирайте оттуда варианты оформления. Да, это корпоративный стиль, действительно, оформлено именно в нем, но слишком много цвета. То есть можно оставить либо красный, либо синий, синий, а второй цвет заменить на более нейтральный. Это немного тяжеловато. Я понимаю, что корпоративный стиль, корпоративное оформление, но перебор. Все-таки я вижу, что вы с ним согласны, и это перебор. Поэтому, опять же, есть такие устоявшиеся сочетания для шрифтов. Это черный на белом, то, что мы обычно используем, темно-серый на белом. Существует мнение, я не знаю, насколько это научно, насколько это подтверждено, что на экранах легче смотреть не черный на белом, а темно-серый цвет на белом. Я иногда экспериментирую, но мне не всегда нравится результат. И, наконец, белый цвет на темном фоне. То есть это вот такие классические сочетания. Опять же, это для основной массы текста и совершенно никак не влияет на цветовые акценты. Если вам нужно выделить слово желтым цветом на черном фоне, пожалуйста, это ваше право. Это именно рекомендация для основной массы текста. Так, с цветом есть простые правила и сервисы типа использования цветового круга. Я согласна. Я тоже показывала некоторые сервисы, но вот сколько я не пробовала разобраться цветовой палитры, для меня использование цветового круга – это тяжеловато. У меня не всегда получается самостоятельно подобрать какую-то гармоничную палитру, поэтому я обычно подглядываю готовые варианты, а у самой у меня хорошее сочетание цветов не получается. Так, цветовая композиция зависит от типа экрана. Тут не о праве речь, о праве немножко не поняла. Два-три рядом расположенных цвета, но вы понимаете, да, что иногда очень хочется экспериментировать, начинаешь экспериментировать, и в итоге получается какой-то монстр фронтенштейна, поэтому нет, белый фон, черный цвет, иначе каждую презентацию для вебинара я буду готовить не два-три дня, а, наверное, два-три месяца. Ну, и еще один вариант с текстом, тоже типичный слайд, когда у нас расположен на одном слайде и текст. Кстати, обратите внимание, здесь как раз использован темно-серый цвет. И использована картинка. И вопрос тот же самый, который мы видим в заголовок слайда. Зачем? Зачем мы на одном слайде располагаем два разных типа информации? Для какой цели автор презентации использует такой прием? Так, непонятно, куда смотреть. Что именно подсказать? Я немножко не поняла, о чем вопрос. На сером отдыхают глаза. Ну, вот видите, кому-то нравится, кому-то не нравится. Так, логотипы выбрасывать нельзя. Это логотипы организаторов. Тут, к сожалению, выбросить бы их не получилось. Картинка ни о чем. Относится ли иллюстрация к тексту? Да, это основной вопрос. Относится ли эта иллюстрация к тексту? Зачем она нужна? Для отдыха глаза, то есть вот отвести взгляд и отдохнуть на картинке, мне кажется, здесь нет смысла в этом изображении. Вообще изображение – это пауза. То есть каждая картинка – это пауза, возможность отвлечься от презентации и переключиться на лектора, возможность отдохнуть, посмеяться, задуматься о чем-то. Поэтому мы сейчас посмотрим, как работать именно с картинками. Картинки, что я берегу под картинками? Это не функциональные изображения. Это иллюстрации, это фотографии, то есть то, что не несет какой-то дополнительной нагрузки именно в информационном плане. То, что дает, скорее всего, эмоциональную разгрузку, визуальный отдых глазам. Так, еще про шрифты. Презентацию для скачивания надо перевести в PDF, так как при отсутствии шрифтов на нашем компьютере мы увидим совсем другие шрифты. У меня есть второй вариант презентации, который сохранен картинками. Сейчас я тоже его добавлю, вам вообще доступны рисунки. Там вы сможете посмотреть в том виде, в котором эта презентация и была задумана. Так, вернемся к нашим картинкам, к нашим эмоциональным паузам. Так, что-то с картинкой непонятно. Ведь картинка часто используется как смена словам лектора, то есть мне нужно полчаса говорить. Бывает достаточно показать картинку в течение 5-10 секунд. Это вы говорите сейчас о графике. То есть с функциональной нагрузкой изображения это будет графика. Инфографика, диаграмма, схема, что-то вот такое основное. Про картинки мы будем говорить только чисто про эмоциональную нагрузку. Все, что несет смысл, все, что важно для презентации, все, что неотъемлемой части не может быть выкинуто, мы будем рассматривать в следующем разделе. Сейчас только про эмоции. И вот типичный пример, как часто на слайдах располагает изображение. Это первая и типичная ошибка – низкое качество. Если нет возможности поставить в максимальном качестве картинку, то от нее, наверное, лучше избавиться. Вместо того, чтобы слушать лектора, аудитория будет вглядываться вот в эти мутные буквы и пытаться в них разобраться. Вот даже вы сейчас в чате все замолчали и, видимо, пытаетесь прочитать смысл этой шутки. А зачем тогда картинки, если они не несут информации? Отличный вопрос. Картинки, еще раз, это эмоциональная пауза. Во-первых, вы не можете проговорить 2 часа без остановки. Не могут студенты 2 часа без остановки быть внимательными и ни на что не отвлекаться. В любом случае нужны вот эти вот паузы, нужно чередование динамики, высокий темп, много информации и какой-то отдых для того, чтобы расслабиться, выдохнуть и снова быть готовым воспринимать лекцию. Поэтому картинки – это эмоциональные паузы, которые обязательно нужны. Качество картинки зависит от геометрических размеров, можно уменьшить геометрический размер. Так, давайте сейчас тогда посмотрим геометрический размер. Вот качество, картинка в очень хорошем качестве, которую автор презентации постарался вписать в слайд. Я думаю, здесь даже не нужно вот это обсуждение, потому что и так понятно, что картинка сплюснута, что картинка, что текст на ней стал нечитаемый. И вместо схемы, которую могли бы изучить на лекции и получить действительно полезную информацию, это превратилось в ненесущую смысловой нагрузки изображения. Так, динамика нормы текста, инфо, вопрос, шутка. Да, тоже я разговаривала с многими преподавателями, и они используют как раз шутки, смешные изображения, мемы из интернета, как раз для того, чтобы дать ученикам эту эмоциональную разгрузку. Это на самом деле очень и очень важно. Мы тоже с вами чередуемся. Сначала я разговариваю, даю какой-то фрагмент информации, потом читаю в чате то, что вы написали, даю какое-то время на размышления. Иначе нам будет тяжело провести целый час перед экраном. Так. Не нравятся картинки с отличным от слайда в фон. Да, это как раз вот этот предыдущий пример. И за счет того, что контрастный фон, за счет того, что картинка вписана в неудачный макет слайда, на нее отводится намного меньше времени. И поэтому мы можем вывести из этого еще одно простое правило. Если мы используем какие-то изображения, то им нужно давать место. То есть, если тексту нужно пустое пространство вокруг, то как раз картинка, наоборот, нужно занимать как можно большую площадь слайда. Опять же, мы говорим только про картинки для эмоциональной паузы. Большая картинка, мало текста. Вот, например, более удачный пример, когда идет кадр из фильма и небольшое количество текста. Акцент идет на картинке. Это подзаголовок презентации. Акцент идет на тексте, но тем не менее использовано изображение, и оно занимает всю площадь слайда. Просто затемнено, чтобы акцент был на белом шрифте. Вот такие паузы, такие названия разделов, такие изображения во всю ширину слайда – это хороший и достойный вариант. Сам фон по себе отвлекает. И использовать подложки, цветной фон, штриховки, какие-то фоновые фотографии – это нехорошо и непрофессионально. Все-таки акцент, если у вас есть текст на слайде, если у вас есть графика на слайде, сделайте фон нейтральным, неотвлекающим. Белым, черным, а главное – однотонным, чтобы он был однотонным. Любой изобразительный фон – это лишнее отвлечение. Исключение – это стилизация. Если вот этот вот слайд будет стоять где-то в презентации, посвященный каким-то рабочим вопросам, это будет плохо. То есть вот эта вот текстура бумаги, старая, состаренная бумага – это лишнее, это отвлекающее внимание. Но если мы делаем игровую презентацию про поиск сокровищ, то старая карта, изображение на карте – здесь это вполне уместно. Можно и картинку, и штриховку, только грамотно с ними работать. Да, но это вот навыки все-таки более близкие к дизайну. То есть здесь можно уже понимать и правила композиции, правила сочетания цветов, и гештальт-дизайн, и прочие нюансы. Это довольно сложно. Иллюстрации в одной презентации надо использовать в едином стиле. Например, вы берете стоковые фотографии и оформляете презентацию полностью фотографиями. Почему именно фотографии берут для иллюстрации чаще всего? Потому что большинство фотографий более-менее похожи по стилю. В крайнем случае можно сделать ли цветовой градиент, или обесцветить, сделать черно-белыми, или, например, частично размыть и так далее. То есть большинство фотографий по стилю довольно близки друг к другу. Особенно это верно для фотопанков, для фотостоков. Если вы берете нефотографию, то нужно внимательно садить, чтобы иллюстрации были в одном стиле. Например, вот здесь вот использованы картинки, гравюры на тему цирка. И вся презентация оформлена именно так. За счет этого как раз создается вот такой единый визуальный стиль всей презентации. И для зрителей, для студентов нет никакого сюрприза, когда неожиданно среди иллюстраций появляется фотография балерина на сцене. Все предсказуемо, а значит, немного легче воспринимается. Иллюстрации могут быть и такими. То есть, как вы видите, просто человек мышкой, насколько это возможно, нарисовал иллюстрацию к своей презентации. И, в принципе, вся презентация оформлена именно так. Шрифт, имитирующий рукописный, плюс вот такие вот самостоятельно сделанные рисунки. Единый стиль. Да, это где-то смешно, где-то нелепо, но это единый стиль. И презентация запоминается как раз за счет того, что она выполнена в едином стиле. Что касается использования шуток, я часто вижу какие-то мемы, вставленные в презентацию, какие-то смешные картинки, какие-то веселые моменты. И чаще всего их располагают вместе с текстом. Когда так делают, то обесценивают значимость текста. Естественно, что любой студент в первую очередь наиболее важный посчитает именно смешную информацию, смешную картинку, расположенную рядом. Поэтому, если вы хотите сделать юмористическую паузу, то разместите картинку, разместите шутку на отдельном слайде. Никогда не склеивайте ее с важной информацией. Так, провал в виде пика. Что это за шрифт? Так, вот этот шрифт. К сожалению, я не знаю, что это за шрифт. Меня тоже заинтересовало, но я пока не нашла, что это за такой шрифт. Провал в виде пика – это как раз отговор о том, что важно делиться историей своих неудач, чтобы не создавать эффекта выжившего. Так, теперь про графику. Собственно, что мы делаем, если у нас не просто эмоциональная пауза, а какое-то супер-мега-важное изображение, про которое мы должны поговорить, рассказать, с помощью которого мы передаем информацию. Как правило, такая графика довольно сложна сама по себе, поэтому простое правило – давайте разложим изображение на простые части. Вот в качестве примера тоже совершенно реальный слайд, как иногда выглядят наши схемы, наши графики на слайде. Да, конечно, информации в них больше, чем, наверное, в полчасовом выступлении преподавателя, но разобраться в этом довольно тяжело. Да, сама поспевизуализация, ну, просто, опять же, это просто иллюстрация на тему того, как оно есть и как оно, по идее, должно быть, да, перенасыщение информацией. Вот, по идее, то, к чему должны стремиться, да, минимум информации разложено на небольшие порции, но свести схемы целиком и полностью вот к вот такому варианту у нас, естественно, не получится. По какой причине? Ну, потому что темы, которые мы преподаем, как правило, более сложные, и нужно углубляться, нам нужен второй уровень информации, третий уровень информации, четвертый уровень информации. Поэтому вот такой вот минималистичный идеал для нас недостижим. Без анимации не обойдешься на 37-м слайде. Кстати, про анимацию сейчас чуть-чуть дальше. Итак, простое правило, мы разбиваем сложные схемы на части. Возьмем в качестве примера вот этот вот график. Я не буду пока говорить про анимацию, подождите немножко, еще несколько слайдов, и мы до нее даем. Вот такой вот график. С первого взгляда его прочитать довольно сложно. Нам нужно время, чтобы рассмотреть его, чтобы прочитать все тексты, причем часть из которых еще и повернута на 90 градусов, чтобы сравнить между собой размеры синих точек, чтобы вникнуть, о чем идет речь. Давайте мы его упростим. Уберем часть информации и сделаем предыдущий слайд, на котором будет вот настолько меньше информации. Согласитесь, она уже проще считывается. Надписи осталось столько же, но теперь у нас, точнее, надписи стало меньше, и теперь у нас есть время рассмотреть подписи всей этой диаграммы. Можно упростить еще больше и, например, начать с вот этого слайда. И таким образом собрать цепочку из трех слайдов, которые при последовательном просмотре будут добавлять в нашу схему все больше и больше информации. В каких программах можно просто самостоятельно делать графику? Ну, во-первых, инструмент есть встроенный в самом PowerPoint, и я при создании довольно часто пользуюсь им. Есть инструменты для создания инфографики, инфограмм, например, у Google есть несколько хороших инструментов, и найти способы визуализации довольно просто. Мне для моих вебинаров, для моих занятий, конечно, хватает просто смарт-обжект от PowerPoint. Так. Вот такой вот прием. Когда вы разбиваете графику не на части, а упрощаете и усложняете ее, называется псевдоанимацией. При последовательном переключении слайда создается как раз анимационный эффект. И информация получается, что подается порциями. Аудитория ее воспринимает проще, а вы избавлены как раз от технической необходимости применения и запуска анимации. Вот еще один пример, более такой интересный, с большим количеством элементов. Я сейчас буду прокручивать последовательно, а вы посмотрите, какой эффект возникает. Буквально несколько секунд для того, чтобы лектору сказать о каждом новом возникающем элементе. Да, презентацию можно скачать. Здесь у нас справа сверху значок папки, и там находится презентация в двух разных форматах. Вот такой вот прием псевдоанимации. Он очень классный, и мне нравится использовать именно его. Когда я даже вынуждена разместить на скаладе много информации, я размещаю ее как раз вот такими вот слоями. Итак, как мы можем упростить наши сложные схемы? Во-первых, мы можем показать сначала полную схему, а потом крупную, одну часть, другую часть, третью часть. Мы можем применить псевдоанимацию и добавлять к схеме слои информации. И мы можем сделать акценты на части схемы. Вот если, например, вернуться к предыдущему примеру, и вот здесь сделать информацию неяркой, все круги раскрасить серым, и только центральный круг вы оставить красным. Информацию будет проще считывать. Затем мы добавляем новую информацию на слайд, а также всю остальную делаем серой, неяркой, и ярким акцентом выделяем только то, что нужно прочитать студентам прямо сейчас. Это тоже хороший вариант. И тут нужно смотреть, кому, опять же, что удобнее использовать. Например, вариант сначала полная схема, а затем крупные ее части. Его легко создавать, если у вас есть какой-нибудь дополнительный плагин, дополнительная настройка для PowerPoint. Так. Ну и, наконец, последнее, пятое правило – это акценты. Акценты позволяют вести рассказ от одной части презентации к другой части презентации, от одной части слайда к другой части слайда. И расставлять акценты – это, опять же, хороший тон, это помогает вашим пользователям проще воспринимать информацию. Вот, например, слайд, на котором расставлены акценты, но расставлены акценты немного не так, да, как мы с вами привыкли их видеть. Довольно старый пример, но, тем не менее, когда-то можно было видеть такие презентации, где слишком много акцентов, где они разные, где они вот так вот визуально свалены в одну и ту же кучу. Вариант немного получше. Давайте посчитаем, сколько акцентов стоит на этом слайде. Понятно, что он выглядит чище, выглядит лучше этот слайд, но сколько здесь акцентов? Я буду выделять, вы можете считать вместе со мной, да. Раз – название компании, два – опыт работы, и затем три, четыре, пять, шесть. Шесть разных акцентов расставлено на этом слайде. Это перебор для одного слайда. Мы, опять же, не понимаем, мы должны смотреть на семь лет или мы должны смотреть на точку старта 2010-й год. Это немного проблемно. Что насчет акцента? Один цвет для акцента. Цветовый акцент – вообще-то самый удачный вариант. Хоть мы рассматриваем варианты и с пульсивом, и с жирностью, они подходят для текста. А вот для изображения и для всего слайда целиком лучше всего подходят цветовые акценты. И здесь мы следуем правилу. Один цвет для акцента и один акцент на слайде. Опять же, вы можете сделать так же, как сделала я в этих двух слайдах, чтобы по очереди соакцентировать ваше внимание то на одной строчке, то на другой. Я просто продублировала слайд и покрасила разными вариантами цветов. Не больше трех цветов на слайде, не больше трех цветов в презентации. Да, это такое общеизвестное правило. Та же самая палитра, то есть белый, черный, их оттенки, то есть серые цвета, и еще три цвета с их оттенками. Но про цвета, если мы сейчас начнем говорить, то мы здесь будем с вами сидеть до вечера. Так, вы сказали о корпоративном стиле, оформлении презентации. Какие есть еще? Вообще, как правило, в крупных организациях и в регулярных мероприятиях есть шаблоны, стандарты оформления слайдов. Например, печа куча, она регламентирует структуру, сколько каких слайдов должно быть, но эти не регламентируют их визуальное оформление. Крупные университеты имеют собственные шаблоны для оформления слайда, то есть какие плашки, какая информация должна размещаться. Конференции тоже, как правило, имеют вот этот вот свой баннер, который должен быть размещен на слайде. Тут нет какой-то классификации, просто надо смотреть от требований мероприятия или от требований организации, в которые вы работаете. Корпоративный стиль сам по себе – это следование брендбуку. Это значит, что вся продукция фирмы, включая презентации, будет оформлена в одном и том же стиле. И говорить о том, что есть корпоративное оформление и некорпоративное оформление, наверное, немножко неправильно. Оптимальное количество строк текста на одном слайде. А так посчитать невозможно, потому что количество строк зависит от того, какой шрифт и каким кетлем вы пишете. В один и тот же объем будет влазить разное количество текста, набранное разными шрифтами, даже если у вас один и тот же размер шрифта. Цвет акцента должен быть одинаков во всей презентации. Да, если вам этого хватит. Нет, если этого вам хватать не будет. Как правило, у вас есть какие-то основные цвета презентации, один цвет основной и как минимум один цвет дополнительный. Например, мы выделяем все акценты вот здесь, вот как у меня, темно-голубым цветом, плюс, например, бледно-оранжевый акцент можно использовать в качестве дополнительного, если вам не хватит одного цвета. Расскажите о правилах оформления звуковых элементов презентации. Это немного отдельно сложная тема. Давайте я ее запишу и подумаю над вебинаром на эту тему. Значит, оформление звуковых элементов. Так, какие коллекции картинок вы можете порекомендовать? Мы на следующем вебинаре немножко на этой теме остановимся. И в одном из прошлых вебинаров я как раз говорила про оформление слайдов, и там была тема, где искать вот эти вот меры. Так, сейчас я даже гляну и скажу вам, за какой месяц нужно искать вебинар. Так, это вот как раз март, а шрифты были в феврале. Вот так. Так, пойдемте дальше. Акцент можно делать и с помощью иконок. То есть это тот способ акцентирования информации, который лично мне импонирует и кажется мне довольно интересным. Посмотрите, здесь на слайде как раз акцент на блоке информации сделан с помощью иконок и одновременно с помощью цвета. Но вот то, что мне бросается в глаза, это то, что иконки принадлежат к разным наборам. Когда-то я провела несколько часов рядом с дизайнером, который перестал в сайт, и наслушалась этих ужасов про то, что, о боже, здесь разная толщина обводки, мы не можем использовать эти картинки вместе. С тех пор я обращаю внимание и вижу, что да, вот эти иконки, например, относятся к разным наборам, более толстые, более тонкие, и для меня они смотрятся рядом уже не так приятно. Тот, кто этого не видит и не замечает, для него, я думаю, этот слайд будет совершенно нормальным, совершенно гармоничным. Так. Не обязательно на одном слайде должно располагаться много иконок. Иконки вообще могут быть стилем оформления вашего курса, вашей презентации, ваших слайдов, и просто вы выбираете какой-то набор иконок, и в том месте презентации, в том месте слайда, где вам можно сделать акцент, вы можете их вставлять. Иконки могут работать на текст, и в принципе они в первую очередь должны работать на текст. Какой-то информационный блок, плюс к нему идет иконка. Есть еще один способ работать с иконками для навигации, но опять же о нем мы сегодня разговаривать не будем. Наборы иконок на каких брать в сайтах. Иконки нужно брать из одного сета, поэтому нужно выбирать какие-то сайты, которые предлагают много коллекций и обновляемых. Я обычно использую сайт иконархив, и на нем у меня есть два любимых набора. В каждом из наборов иконок больше трех тысяч изображений. То есть есть вот такие вот служебные, которые, например, повторяют элементы из фотошопа и из презентации. Есть, например, в этих огромных наборах отдельно страницы иконок только про иду, страницы иконок только про одежду. И вот такие вот наборы очень сильно выручают, когда нужно оформлять либо большую презентацию, либо сразу целый цикл презентаций. Сейчас я напишу вам название этого сайта. Иконархив.com Сразу скажу, что у них активность идет приступами. То они несколько лет не обновляются, а потом начинают выкладывать новые иконки, то они каждый день выкладывают по новому набору. Сейчас у них как раз период неактивности, но сайт актуален, сайт поддерживается. И рядом с каждым набором иконок подписано, на каких условиях его можно использовать. То есть походят для коммерческого использования, походят только для личного использования. Все лицензии сразу указаны. Это тоже очень и очень удобно. Ну, а теперь подведем итоги того, о чем говорили. Те простые правила, которые я заявляла в самом начале. Мы убираем со слайда барьеры и визуальный мусор. При необходимости раскладываем информацию на несколько слайдов. Упрощаем считывание информации, работая с текстом. Меньше шрифтов, больше начертаний. Шрифты с минимумом декоративных элементов. Расставляем эмоциональные паузы. Фотографии, иллюстрации, какие-то смешные изображения, для того, чтобы аудитория и лично вы как лектор могли отдохнуть. Раскладываем сложную графику на простые части. Акцентируется на одной части, то на другой части, или работает за слоями информации. И, наконец, введем визуальный рассказ, грамотно расставляя акценты. Если вы не можете скачать презентацию, если она у вас не открывается, вы можете написать мне на почту, и я вам ее скину. Опять же, если какие-то сложные вопросы, что-то, с чем вы не согласны и хотите со мной подискутировать, пожалуйста, обращайтесь. Так, еще раз встала. На экране. Спасибо. Мне тоже очень приятно с вами работать. Вы прекрасная и интересная аудитория. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...